По всей вероятности их никогда и не было, на самом деле. Все это выдумки и сказки от совсем маленьких детей. Просто некоторые фокусники умели таковко обманывать всяких зеваков, что этих фокусников принимали за колдунов и волшебников. Был такой доктор, звали его Гаспаран Эль. Наивный человек, ярмарочный гуляк, недоучившийся студент. Могли бы его тоже принять за волшебник. Грэм – матрос Ориона, крепкого 300-тонного брига, на котором он прослужил 10 лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери. Должен был, наконец, покинуть службу. Это произошло так. В одно из его редких... Попросила я котенка. Попросила я котенка бабушке помочь. Но котенок замяукал и умчался прочь. Попросила я усенка ей помочь чуть-чуть. Но шипит польсенок, значит, хочет ущипнуть. Ваня, Ваня задрожали, Бармалея увидали. Он по Африке идет, на всю Африку пойдет. Около изверстия стоял длинный шест. На нем торчалось соломенное чучело. Отгонять птиц. Голова чучела была сделана из мешочка набитого соломы с нарисованными на нем глазами и тон. Так что получалось смешное человеческое лицо. Чучело было одето в поношенный голубой кафтан. Кое-где из половых кафтана торчала солома. На голове была старая, потертая шляпа, с которой были связаны бубенчики на ногах. Старые голубые бутфорты, какие носили мужчины в этой стране. Старуха так и сделала, намела на скребла горсти. Две муки замесила тесто, на сметане скатала. Субтитры сделал DimaTorzok